МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что сейчас происходит в регионе, узнаем вместе в студии. Анна Рязанова, добрый день. Более 2 миллионов рублей дополнительно получат образовательные учреждения Архангельска, Вельского, Лешуконского, Плесецкого и Устьянского районов. Это позволит выполнить разные виды работ. Средства выделены из резервного фонда регионального правительства. Сейчас в области работает специальная комиссия, которая принимает учреждения образования к новому учебному году. Окончательный срок готовности школ и детсадов 20 августа. К этому времени во многих образовательных организациях областной столицы отремонтируют учебные кабинеты, спортзалы, столовые пищеблоки, обновят систему освещения. В школах и детсадах приведут в порядок тепловые узлы, системы отопления, канализацию и водопровод. Также в этом году в пяти дошкольных учреждениях Архангельска откроются новые группы. На эти цели выделено более 11 миллионов рублей. В Арктику на судне «Поларкинг» отправился сводный студенческий строительный отряд «Гандвик». Цель экспедиции – помочь очистить территорию национального парка «Русская Арктика», рассказывает Алексей Шемякин. 15 бойцов из Архангельской, Калининградской и Новгородской областей, Республик Карелия и Коми, а также Санкт-Петербурга вместе с остальными участниками экспедиции в течение двух месяцев будут работать на островах Гукера и Хейса. Проходил долгие стадии отбора в областном штабе Архангельской области. После того, как одобрили, уже приехал сюда, прошел обучение и вот я уже на судне «Поларкинг». Работа в непростых условиях северных широт требует от участников экспедиции особых навыков. Это должны быть ребята, уже умелые, имеющие опыт работы в студенческих отрядах. Ребята, которые прошли специальные курсы выживания, адаптации, умеют оказать и себе, и другим необходимую помощь. Уборка мусора с островов архипелага земля Франции Иосифа вошла в основной план мероприятий, приуроченных году экологии в России. Речь идет не только о природе, как о физическом объекте. Мы сегодня формируем экологическое взгляд, экологическое понимание в головах, в творчестве, в мироощущениях на будущее. Напомним, в 2010 году работы по генеральной уборке Арктики инициировал Владимир Путин. На сегодняшний день из заповедной зоны вывезено более 40 тысяч тонн мусора. Очищена территория размером более 500 футбольных полей. В этом году с архипелага запланировано убрать не менее 8 тысяч тонн отходов. Алексей Шемякин, Владлена Романова, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. В Поморье намерено развивать государственно-частное партнерство, привлекая инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство. Только в этом году власти региона намерены заключить с бизнесменами подряд ко 20 соглашений на общую сумму более 420 миллионов рублей. Сегодня подобные договоры в области уже действуют, в частности на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Срок их действия 12 лет. По условиям соглашений инвестор обязан вкладывать средства в ЖКХ, при этом строить новые или ремонтировать действующие объекты. Всего же в Архангельской области планируется передать бизнесу до 7 тысяч объектов коммунальной инфраструктуры. На базе 4-го следственного изолятора прошло выездное заседание Общественного совета при УФСИН России по Архангельской области. Его участники обсудили насущные проблемы системы и задачи, которые сегодня стоят перед сотрудниками УФСИН. Кроме того, была отмечена важность работы на территории региона самого Общественного совета. Вот те вопросы, которые возникают у нас при решении, это, во-первых, они нам помогают настучаться до органов власти в решении тех или иных проблемных вопросов, которые возникают у нас при служебной деятельности. И второе, это все-таки, конечно, влияние и оказание помощи нам в работе с осужденными. Потому что, как я уже сказал, один и тот же ответ, который услышит наши подопечники, допустим, с моих уст или с уст Виталия Сергеевича Фартыгина, бывшего председателя областного собрания, это будет немножко, резонанс будет другой. Главным вопросом обсуждения на заседании Общественного совета стали меры по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в исправительных учреждениях. С каждым годом зараженных в колониях становится все больше. Как правило, это осужденные, прибывающие из других регионов страны. Сегодня мы подняли очень важный вопрос, уже другой вопрос, который касается всей системы управления исполнением наказаний по Архангельской области. Это касается ВИЧ-инфекции, которая находит распространение в учреждениях ОФСИНа. Но не в самих она распространяется, а люди приходят уже зараженные. После обсуждения насущных вопросов члены Общественного совета прошли на территорию СИЗО-4, где познакомились с подсобным хозяйством, развитием которого занимаются осужденные. Участникам Соловецкой регаты вновь пожелали 7 футов под килем. Вот уже в 43-й раз в Архангельске дали старт гонки крейсерских яхт. В ходе соревнований экипажи продемонстрируют не только мастерство яхтсменов, но и штурманские навыки. Юрию Лидину было 19, когда он отправился на гонки первой Соловецкой регаты. Тогда, в далеком 1974-м, он стартовал на яхте «Борей». С тех пор на любимом судне Юрий почти каждый год принимает участие в гонках. Инженер по профессии, а моряк в душе. Яхтсмен уверен – Соловецкая регата больше, чем просто соревнования. Мы ходим каждый год для чего? Для того, чтобы поучаствовать на соревнованиях, пообщаться с другими спортсменами. У нас много разных спортсменов. С Северной-Двенской ребят приходят. Есть новые ребята приходят из других клубов. Пообщаться. Ну, праздник. Регата – это праздник. На торжественной церемонии открытия 43-й Соловецкой регаты, которая состоялась в Северном морском музее, экипаж яхты «Борей» – один из 18 участников гонок. В этом году соревнования посвятили 80-летию Архангельской области и 75-летию школы Соловецких юнг. Экипажам из Архангельска, Северодвинска, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Германии предстоит преодолеть 465 морских миль. Парусный спорт и Соловецкая регата – это визитная карточка Архангельской области. Если посмотреть на сегодняшний состав участников, то здесь как и ветераны, так и молодежь. Следовательно, парусный спорт в Архангельской области живет и будет развиваться. В этом году 4 этапа соревнований преодолеют не только опытные яхтсмены, но и новички. Это юнги – воспитанники парусного центра «Норд». Северная Двина им уже покорилась. Теперь на очереди Белое море. Это очень тяжело стоять вахтой. Белое море, почему называют самая северная регата, самая холодная. То есть это холод, ветер, дождь. С этим очень сложно бороться. Тяжело неделю находиться в море. В Архангельск Соловецкая регата вернется уже 6 августа. Тогда же состоится заключительная портовая гонка. Анна Рязанова, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. 30 июля в день военно-морского флота в Архангельске будет ограничено движение всех видов транспорта. С 9 до 15 будет закрыт для проезда проспект Троицкий от улицы Попова до Поморской. Пассажирские автобусы изменят маршруты движения с изменениями графика. Можно ознакомиться на сайте администрации областной столицы. Такие новости. К этому часу увидимся в 16. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова